Всем привет! Меня зовут Марк. С вами самая цветочная программа. Сегодня у нас необычный выпуск. Мы с Кариной составляем цветочные композиции. На сегодня мы будем делать то, чего раньше не делали. А что именно, вы скоро узнаете. Привет, Карина! Смотри, что я тебе принес. Привет, Марк! А что это такое? Это каменная роза. Здорово! Тогда приходи сюда ко мне, и мы начнем наш выпуск. Карина, я подумала, что мы никогда не пересаживали растения. Наверняка у наших зрителей есть комнатные растения. Давай им покажем, как пересаживать растения и расскажем, что для этого нужно. Хорошая идея, Марк. Ну, я думаю, как пересаживать растения мы сейчас в процессе покажем. А для начала я немножко расскажу, как понять, что действительно нужно пересаживать растения. Первый случай – это то, что мы сейчас будем делать. Нужно пересадить растения из транспортировочного кашпо, в котором оно продавалось, в то кашпо, в котором оно будет расти. В нашем случае это керамическое, а может быть всякое разное. Пластиковое, глиняное. Суть в том, чтобы это было какое-то декоративное кашпо, которое будет у нас дома стоять. Второй случай – это каждое растение, которое растет дома. Если оно молодое, его нужно пересаживать каждый год, раз в год весной. Либо, если оно уже постарше, можно каждые 2-3 года как-то вот в такой периодичности делать. И сейчас мы с тобой пересадим эхиверию. А ты что-нибудь знаешь про эхиверию? Я знаю, что каменная роза не капризна и легко переносит на розы и дает потомство. Угу, молодец. Для начала мы с тобой возьмем клееночку. Вот такую. Растилай. Растелим ее, чтобы у нас с тобой потом легко было убрать мусор, чтобы мы стол с тобой не запачкали. Так, теперь мы сюда с тобой ставим нашу эхиверию. Мы будем использовать керамическое кашпо, перчаточки держи, тоже из того, что нам понадобится. Перчатки знаешь зачем? 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 Чтобы ручки нам с тобой не запачкать и чтобы бактерии с наших рук не попали в почву и не навредили нашему цветку. Ого, мы можем заразить как-то цветок? Ну, очень сильно мы ему, наверное, не навредим, но все-таки мы с тобой трогаем всякие поверхности и могли бы, наверное, что-то нахватать, заразить почву. Как хирурги с тобой будем стерильно работать с перчатками. Дренажик нам с тобой понадобится. Также нам понадобится грунт. Можно использовать грунт специальный для суккулентов, но также и подойдет универсальный. Значит, если наши зрители захотят пересадить цветок, нам пригодится цветок в горшке, пустой горшок, лопатка и два волшебных мешочка. Да, все верно, с дренажом и с грунтом. Ну что ж, начнем. Давай. Возьмем с тобой дренаж. Дренаж может быть разного размера, или керамзит он еще называется. Мы с тобой возьмем мелкий, а есть еще крупный. Смотри. Берешь, пончику равномерно распределяешь. Мы сделаем, наверное, пару сантиметров высотой. А как определиться, что хватит уже класть дренажа? Ну, во-первых, не должно проглядываться дно нашего кашпо, а во-вторых, ну, мы на глаз будем с тобой ориентироваться. Условно высота полтора, может быть, два сантиметра дренажного слоя должна быть. Я думаю, нам с тобой уже будет достаточно, больше что у нас получилось. Карина, мы еще будем землю дозасыпывать. Да, но сначала мы с тобой вытащим нашу хиллерию из транспортировочного кашпо. Очень аккуратно нужно делать лепесточки хрупкие, и нам нужно их не повредить. Ого, мы его так аккуратно переместили, он даже не рассыпался. Это хорошо, что мы сделали аккуратно, но на самом деле главное, когда мы переносим, это не то, чтобы грунт не рассыпался, а чтобы мы не повредили сам цветок. Потому что грунт мы сейчас будем рассыпать ручками. Берем с тобой грунт, мы его сейчас ручками немножко разрыхлим. Разрыхлим, а зачем его рахлить? Потому что нам нужно будет с тобой его потом по новой очень плотно уложить, чтобы там не было воздуха лишнего в грунте, иначе можно засушить корни. Карина, а как попадает воздух? Ну, воздух он же очень легкий, он очень маленький, да, ты же не видишь его, а вот он везде, в каждой щелочке есть. Вот поэтому он и в почву попадает, и потихоньку можем уже добавлять его. Вот на этом этапе нам уже с тобой можно, пока не подсыпай, ну, подсыпай, хорошо, подсыпай, потом сделаем. Нам уже можно немножко примериться, чтобы понять, хватит ли нам вот этой высоты грунта, либо нужно еще добавлять. Мы сейчас отставим цветок наш. Наверное, можно еще чуть-чуть сюда добавить. Карина, а каменная роза сколько будет жить? Каменная роза очень долго может жить, в этом преимущество этого растения, она может жить до 50 лет, представляешь? Ого, как много. А какие-то прям долгожители могут жить по 80, по 90 лет. Ого. Как-нибудь практически. Вообще. Здорово, да? Да. Но нужно правильно упаживать. Карина, а почему назвали каменная роза именно? Ну, а ты как думаешь? Я не знаю, я вообще когда... Версии? Нет, я вообще когда услышал это название цветка, подумал, что это просто камень, похожий на розу. Ну, если вдуматься, то так и есть. Как видишь, у них такая очень удобная структура лепестков, да? А по раскрытию, напоминаю, действительно, какой-то вот розу такой раскрытия. Здесь у нас не хватает зимы. Кстати, ты знаешь, что помимо декора, хеверия используется в лекарственных целях и в косметике. А что она лечит? Ну, ее используют в лекарствах от простуды. Угу. А как она используется в косметике? В принципе, метод использования практически одинаковый. Берут вот эти лепесточки, кожицу с них снимают, мягушку расталкивают и добавляют в косметику, в лекарства разные. Угу. Интересно. Поэтому очень полезная растения. Когда мы заканчиваем работу, мы убираем лепесточку, из нее ссыпаем всю землю. Вот это можно, наверное, еще лопаточкой аккуратненько присообрать, немножко посыпать. Карина, ты так красиво подобрала желтый и зеленый, так красиво сочетается? В целом, кашку нужно подбирать под интерьер. То есть мы уже должны заранее думать, куда мы поставим, чтобы он у нас сочетался со всем. Остался у нас последний, завершающий штрих, да? Молодец. Закроем. Обязательно нужно завязывать, потому что если он подсохнет, уже мы его нигде не сможем использовать. Нужно, чтобы он влажный. Убираем рукой. Угу. И последний, завершающий штрих. И берем с тобой тряпочку и аккуратненько наше кашпо от землицы вытираем, чтобы... Чтобы было красиво, да? Чтобы чистенько было, да, красиво. Тоже у нас будет готовая работа интерьерная такая композиция. Если у нас мы увидим, что на лепестках или на листьях есть земля, мы можем взять кисточку, чтобы не руками трогать, а кисточкой аккуратно. Вот так. Видишь, еще у хиверии, у нее есть такое свойство, что такой налет небольшой есть на листьях. Налет и там... Такая белесая, как будто пленочка. Вот она им очень важна, она их защищает. И если мы, например, какой-нибудь фикус, мы можем поблизгать еще сверху специальным средством, чтобы он блестел, то в хиверии мы так не делаем, она должна оставаться вот такой вот матовой. Ну что же, можно снимать перчатки? Да, мы с тобой закончили работу, можем перчатки снимать. Карина, а как за ним ухаживать? Я знаю, что он не капризный. Куда его лучше поставить? К солнцу поближе или подальше от солнца в тень? Лучше к солнцу, потому что, вспоминай, я тебе рассказывала, где родина этого растения? Пустыня. А где пустыня? В Мексике. Да, правильно. Пустыня в Мексике, поэтому она привыкла. Особенность пустыни в чем-то, знаешь? В жаре. Да, в жаре, в том, что очень много света, солнца. И, конечно, это растение любит, когда солнечные лучи, чтобы у своего пола было хорошо. А сегодня мы пересаживали каменную розу. А также узнали много нового интересного о комнатных растениях, в частности об их вере, как за ней ухаживать. Карина, у тебя очень красивая блузка, и кашпо, твоя блузка, очень красиво сочетается, я решу тебе подарить. Марк, спасибо большое. Буду беречь этот цветок, пересаживать, чтобы он жил долго. Друзья, сегодня мы с вами узнали много нового интересного о таком необычном растении, как каменная роза, или как правильно она называется, хиберия. Узнали, что у него несколько имен, как правильно за ним ухаживать. С вами были Флорис Карин и Марк. До новых встреч! Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»!